Привет, капитаны! Суспели FW Channel, канал, где изучают корабли. Эсминец Бен Ма из всей новой паназиатской тройки самый непохожий на свой оригинал. То есть он ушел гораздо дальше от Адриатики, чем Мэн Чун от Эгира или Лоу Чуань от Лайена и представляет собой по сути совершенно другой эсминец. Ведь в чем были основные фишки итальянца-адриатики? Это полубронебойные снаряды, низкая дальность стрельбы, дымы полного хода, дальнобойные, но медленные и маломощные торпеды, взрывной, но короткий по времени работы форсаж. Так вот, у Бен Ма ничего из этого нет. То есть у него нет ни одной фирменной фишки Адриатики, от которой остался только корпус, да и то измененный, с ощутимо улучшенной маскировкой до 6,3 в полной прокачке. А вместо мощных полубронебойных снарядов у Бен Ма менее мощные бронебойки, но с улучшенными углами рикошета и повышенным бронепробитием. Скорострельность выше, дальность стрельбы тоже. В итоге, при такой вот сборке в главный калибр, мы получаем эсминец с довольно мощным главным калибром. Пусть и не самый мощный и не ультимативный на уровне, но вполне себе серьезный, особенно если получается реализовывать бронебойные снаряды. При этом дальность стрельбы 14,8 с довольно нормальной и вполне рабочей для такой дистанции баллистикой. То есть на всей этой дальности стрельбы можно вполне уверенно попадать. При скорости корабля 41 узел плюс 8-процентный форсаж можно обстреливать цели с дистанции и в ответ мало кто будет попадать. При этом у нас вместо дымов полного хода гораздо более долгие азиатские дымы, но тоже с быстрой перезарядкой. 5 таких дымов уже в базе. Следующие дымы созревают примерно через 25 секунд после рассеивания предыдущих. Очень удобно для стрельбы с более коротких дистанций, когда маневром уже не защитишься от летящих в корабль снарядов. Пыхнул дымами и целых 100 секунд можно из них настреливать. Торпеды тоже очень хороши. Они гораздо быстрее и мощнее, чем у итальянца, но поражают только крейсеры, линкоры и авианосцы. Идут не так далеко, но 10 с половиной километров тоже вполне рабочая дистанция. Но главное, у них очень высокая скорость перезарядки. 85 секунд уже в базе. Я поначалу сыграл несколько боев, собрав Бен Ма в качестве торпедника. Вот примерно так. И получилось, что скорость перезарядки торпед в базе всего 65 секунд, а с отчаянным еще быстрее. То есть нужно очень активно спамить с торпедами, но при этом вы не являетесь хилым беззащитным торпедником. У вас даже в сборке в торпеды все еще неплохой главный калибр и пачка азиатских дымов, чтобы его реализовывать, пока торпеды перезаряжаются. Только маскировка 6,3 не самая простая для торпедника. Но опять же, пачка дымов с быстрой перезарядкой в этом деле серьезно помогают. Мне больше всего понравилась сборка Бен Ма в главный калибр. Но и торпедную сборку я тоже оценил по достоинству. Играть в ней действительно интересно для любителей торпедок. А теперь к главному. Зачем же нужен Бен Ма? А дело в том, что если мы посмотрим на премиум эсминцы девятого уровня, то среди них мощных универсалов совсем немного. Старке Токадзе, но его уже не купишь. Велос, но у него один торпедный веер. Остальные эсминцы имеют более узкую специализацию и на роль полноценного универсала не особо тянут. У кого-то торпед вообще нет. У кого-то наоборот. Торпед куча, но главный калибр совсем уж слабый. А у Бен Ма есть все одновременно. И торпеды с быстрой перезарядкой, и достаточно мощный главный калибр, и еще пачка крутых азиатских дымов. И высокая скорость. Разве что маскировка несколько подкачала, но это вполне корректируется тактикой игры и дымами. На Бен Ма можно играть и как на чистом торпеднике с очень высокой скоростью перезарядки торпед и при этом иметь еще и приличный главный калибр. Можно играть как на арт эсминцы с пачкой торпед со все еще быстрой их перезарядкой. Выполнять любые задачи эсминцев и при этом фармить. Поэтому, если вам нужен мощный аннигилятор для нагиба в рандоме или рангах, то на эту роль Бен Ма не очень подойдет. Не хватает ему для такого агрессивности. Но, если вам требуется универсал для интересного и комфортного фарма в рандоме, то внезапно Бен Ма оказывается одним из лучших премиум эсминцев по этой части на сегодняшний день. По совокупности таких качеств, как мощь и универсальность, из премов больше мне нравится только Старки Токадзе. А насчет сравнения с прокачиваемыми эсминцами, с тем же Адриатика, то я не сказал бы, что Бен Ма получился лучше Адриатики. Это слишком разные корабли. Но полезность Бен Ма, повторюсь, не в ультимативном нагибе, а в сочетании неплохого нагиба с комфортностью, универсальностью и фармом. То есть, как премиум эсминец, он сегодня один из лучших в игре. Причем зайдет как начинающим, которые смогут на нем просто кидать старпедки с высокой скоростью перезарядки, так и более опытным игрокам, которые смогут реализовать его как арт-эсминец с мощными торпедами. Но при этом повторюсь, что для нагиба в рангах я бы брал другой эсминец, более жесткий. Надеюсь, теперь вам будет проще сделать свой выбор. Не забываем в ответку поддерживать канал, чтобы видео могли продолжать выходить. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Супер Джедай. Субтитры сделал DimaTorzok Постановка дымов завершена. Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...